Чапогу не погоняйте с автоиста Надо че? На разборке здесь Полицию зовет Ничего себе Зачем она будет говорить Туда и обратно, если им надо только туда Че он нервно говорит Она говорит английский очень хорошо Вы понимаете, это что-то еще Вы понимаете? Они не понимают английского Не понимают Это не нашим проблемам Это не нашим проблемам Это не нашим проблемам Вот такие, друзья, разборки тут у нас происходят Находимся на Кипре сейчас В городе Лимасол Едем в город Пафос Если ему так сложно поменять просто на два билета И тот забрать Значит, видимо, он будет сам за этот билет потом отвечать Скорее всего, да Может быть, просто на принципе пошли и все Оба Вместо того, чтобы сказать Окей, чувачок, все нормально Дай нам просто билеты и давай расслабимся Если три евро-то исчезает Ну, почему исчезает? Если он поменяет или исчезает? Ну, он не хочет менять А, не хочет менять, да? Он говорит, покупай еще один билет Я менять не буду Ну, тогда ему надо, наверное, не запариваться все-таки за эти три евро Какой билет Хотя, может, у них последние три евро Или предпоследние Вроде поменял, нет? Ну, поменять, я думаю, в конце концов Ну, да Что? Куда он денется? В любом случае, они правы Ну, а он же говорит, что она сказала, типа, один билет в ту сторону Ну, она не сказала так, он просто не понял Он сам говорит, я тебе no English put А, он сам даже признался, да? Ну, в общем, была дикая схватка по-киприотски здесь Из-за билета, который стоит три евро Но сейчас, как мы видим, все мирно закончилось И без крови, без жертв Вот, даже успела полиция подъехать Но полиция тоже поняла, что гангстер и автобус не захватывает И все нормально И шофер немного горячится, скажем так Может быть, сегодня утром его не покормила женушка Или, может быть, он встал сегодня не с той ноги Или вчера перепил, или еще что-то произошло А, может быть, эти туристы, которые... Они, кстати, откуда, как ты думаешь? Не знаю Может быть, они погорячились Мне кажется, они из разных стран Да, может быть, они не так поняли друг друга И, возможно, может, она сказала ему, дай, типа, билет И взяла билет и пошла А потом этот автобусик к ним подошел и говорит А где, говорит, второй билет? То есть, началось с этого все Такие вот истории происходят Так, друзья, пока буду выключаться тогда Если какие-нибудь кровавые события начнутся Я обязательно сниму репортаж Но показывать вам этого не буду Потому что у нас канал все-таки добрый, вот, хороший И мы здесь обходимся, как-то стараемся обходить без войн Ну, несмотря на это, я, естественно, свой маузер всегда с собой таскаю Так на всякий случай Вдруг придется отстреливаться, если будем уходить от погони В общем, вот такая жетуха Единственное, что радует, что в этом автобусе прохладно Но на улице очень жарко сейчас Я думаю, так, 35 градусов точно стоит Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, Солнечная Калифорния Ну, почему он там так долго уже расстрелился? Ну, да, там очень серьезная проблема Взять билет, забрать и поменять на два других И Анзин Европа все недоплатят Вот и все, что там, такую проблему сложить? Да, это серьезная проблема Ну, в таких колхозах, странах всегда проблемы Когда билетики на бумажке Да Еще печать когда стоит Кстати, вот так выглядит билет А почему наш билет 4 евро стоит? Ну, он 4 стоит А, он 4 стоит? А почему она говорит 3 евро или что-то такое, нет? Ну, потому что он ей дал билет туда и обратно Она думала, она говорит, два человека А он подумал, что две стороны на одного человека Ааа Поэтому он ей дал туда и обратно 7 евро А, все, понял, ага Понял Потом, по идее, она должна заплатить 1 евро, чтобы Просто евро доплатить и два билета, все понятно Ну, он говорит, что не надо, давай покупай отдельно еще один билет за 4 евро Ааа Тот, типа, не буду я возвращать Ну, в общем Все понятно Все понятно Все понятно Сейчас все-таки дает уже Дает все-таки Ну, я думаю, он нам просто сегодня не стой ноги Не стой, ну да Тяжелое утро Так что, друзья, мы отправляемся Все закончилось мирно Я же говорил Что надо уметь договариваться Конечно, этот шофер мог вытащить свой мачете И порубать всех пассажиров Начав с этого Также этот пассажир тоже мог вытащить свой мачете из своей сумки Но все-таки можно договариваться Вот если бы еще тронулся бы он был вообще хорошо А он забирается в полицию Полиция сейчас арестует его А он сейчас, он, 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 то есть там еще и полиция не уехала что ли? А, все, попрощались Все, попрощались вроде попрощались с полицией, все нормально. Арведерчик говорит по-киприотски. Ну что ж, друзья, мы покидаем город Симафон. Милосон. Лимассол. Город Симафон мы наконец-ки покидаем и едем дальше. Значит, в трех словах, что могу сказать об этом городе, так как мы уже с ним прощаемся. Как видите, выглядит он вот таким вот образом, таким не очень, скажем так, в хорошем таком состоянии, но набережная более-менее чистая, все нормально. Очень большое количество русских магазинов, в котором говорят на русском языке. Также огромное количество вообще самих русских или русскоговорящих, которые здесь живут, которые здесь пребывают, которые здесь находятся. длинный-длинный пляж. В принципе, пляж нормальный. Море очень красивое. Сам пляж, песок, я бы не сказал, что такой хороший, прям идеальный. Но такой среднячок пойдет для сельской местности, как говорится, сгодится. Просто теплый. Да, теплый, хороший, но само море тоже красивое и чистое, главное. Море хорошее здесь. Вот, Средиземное море. Вот, потом цены примерно так коротко, если раскладывать, цены у нас, если брать еду, то это порция, берите грубо 10 евро, на набережной дороже, естественно, в самом городе дешевле, там можно и за 6 евро, то есть туда-сюда, сейчас просто грубо так считаю. Квартиры, недвижимость, можно покупать. Огромное количество выбора есть на русском языке, то есть предлагают. Более того, в этом городе даже можно купить квартиру в Санкт-Петербурге и в Москве, то есть предложения такие есть. Это о чем говорит? Это говорит о том, что здесь русскоговорящих очень много и о том, что они здесь могут делать свой выбор. Естественно, человек не будет, не посмотрев, покупать квартиру, понятное дело, за миллион, тем более, примерно, долларов. Ну, в Москве, представляете, да? Но, то есть, тут сам факт, как бы, нахождение фирмы, то есть услуги. То есть, допустим, здесь он познакомился, что есть какие-то квартиры, какие-то выборы. Естественно, потом уже он едет в Москву, когда уже смотрит. То есть, начало, если человек хочет купить квартиру в Москве, он может здесь это начать делать. Вот так вот, скажем так. Вот, потом, что у нас было? Если же снимать жилье здесь, то оно стоит, можно найти за 300 евро. Это, я насколько понял, такой самый минимальный вариант, даже за 250 евро, но это если на долгий срок снимаешь. Если же снимаешь на короткий срок, то будет стоить чуть дешевле. Это вода упала, я не знаю, чья я, но это не наша. А, это их вода упала. Вот, если же снимаешь на долгий срок, то есть на короткий срок, то дороже, конечно, будет стоить. Но все равно, все равно, при желании, можно найти за 300, за 400, за 500 евро нормальную квартиру здесь. То есть, если сравнивать с другими европейскими странами, то это получается намного дешевле. Ну, как намного, в любом случае, дешевле. Я имею в виду, если сравнивать с такими конкретными европейскими странами, как, допустим, Австрия, Германия, Франция, Норвегия, Швеция и так далее. Вот. Потом что еще у нас тут есть? Ну, и, в общем-то, все. То есть, такая маленькая, короткая информация. Жарко, тепло, настроение здесь, в общем-то, хорошее, добродушное. И вот даже, несмотря на то, что вот такие вот, видите, сейчас конфликтики такие были, да, в принципе, по большому счету, а их как бы здесь немного. Ну, как есть, конечно, да. Опять-таки, если сравнивать с такими высокоразвитыми странами, то все не на высшем уровне, будем так говорить. Ну, а, в общем-то, настроение нормальное. Люди тоже нормальные, хорошие. Те же киприоты, они вполне даже нормальные, то есть, добродушные, скажем так. Вот. Поэтому находиться здесь было приятно в этом городе. И мы сейчас поедем в следующий город, который называется уже Пафос. О Пафосе я пока ничего не знаю, кроме того, что это пафосно так звучит. И кроме того, что, как нам сказали, там живут китайцы. То есть, это китайский, как бы, ну, не живут китайцы, точнее. Допустим, если вот это вот русский город, да, российский, скажем так, город, то Пафос это уже китайский город. Вот. Ну, доедем, посмотрим. Выключаюсь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, в Солнечную Калифорнию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.